Итак, финны. Защитная доктрина. Моя любимая финская доктрина раннего этапа войны. Но, осталась ли она настолько прекрасной и в середине? Без долгого вступления приступим. Так, первый юнит, который я никогда не брал, потому что думал, что это такие же инженеры, как вы в Германии, но нет. После подзатыльника от моего редактора, я все-таки опробовал данный юнит бою. И он неплох, за свой цен. По сути, это обычный отряд пехоты, с большим количеством противотанков и гранат, а также возможностью понастроить кучу брустеров. И в сочетании эти две вещи позволяют выкурить врага и закрепиться на точке. А если вам нихер делать, то там есть два минера, которые могут заминировать проезд. Поэтому, данный отряд можно спокойно использовать на ваше усмотрение. Второй юнит. Две спаренные противотанковые винтовки с увеличенной скоростностью и фугасным снарядом. Отличный юнит. Обладает крайне высокой скоростностью. Отсюда и главный минус. В виде огромного аппетита. Так что, если берете ее, советую вам сразу же брать и ящик с патронами. И да, не советую ее использовать как средство против авиации. Не потому, что она с этим плохо справляется, а потому, что в таком случае вы не раскрываете ее потенциал. Стреляет она на 150 метров и на этом расстоянии пробивает 12 миллиметров. К счастью, данная юнитка достаточно бодро перекатывается. Но важно заметить, что стоит ее использовать против пехоты, до первых серьезных танков противника. А дальше уже стоит пользоваться ей по ее прямому назначению. Но из недавних пор теперь вам еще дают Т-20 вместе с ней. И думаю, стоит вам рассказать о такой важной вещи, как финский симбиоз. Данная нация крайне эффективно сочетается с теми же немцами. Так, например, эту зенитку можно крайне эффективно использовать тем же тиграм. Панцер обеспечивает вам прикрытие от вражеской техники, а вы дезинтегрируете пехоту. Сразу скажу, что сейчас у вас на экране фрагмент из рукава из стима, на который я оставлю ссылку в описании, сделанное вот этим человеком. Тяжелые инженеры. Главные юниты этой доктрины. Как же прекрасно, что на них стоит ограничение. Их можно взять только два раза. Итак, почему они настолько классные? А все потому, что они позволяют построить 75-мм береговое орудие, которое хреначит на 200 метров. Прошивает всю советскую технику и имеет просто бешеную перезарядку. И при этом, имеет маленький силуэт или дополнительной защиты огромного бетона. А если вам этого мало, то вспоминайте о том, что тяжелые инженеры берутся на раннем этапе боя, когда у противника из техники самое страшное это Т-60. Прости, Т-35, ты страшен в экономическом плане. К сожалению, у этой штуковины есть и минус. И главное, это статичность. А из этого вытекают две более маленькие проблемы. Первый, никакого качающего орудия. А второй, будет лакомой целью для авиации и артиллерии. Второй большой минус. Отсутствие УВН, что делает ее применение крайне трудной на холмистой карте. Поэтому, три раза подумайте о том, где эту штуковину размещать. Ну и пробежимся по его малозначительным фактам. Если инженер построил основание, после чего его убили, это не беда. Оборонительное сооружение можно спокойно достроить и обычный инженер. Также данное орудие можно использовать как зенитное. У нее отличный УВН вверх, но мне ни разу не получилось с нее сбить самолеты. Тяжелые инженеры также могут построить и доты, в которые можно запихнуть лафе с пулеметом. И не могу не упомянуть. Бак с бесконечными дотами, которые я надеюсь скоро исправлю. Красавчик Бофрс. Одно из самых универсальных орудий. Может работать по пехоте, легким танкам и по самолетам тоже. Фигачит он на горных 170 метров, но меня смущает его цена в 20 песочков, а также, что он появляется только на среднем этапе боя. В это время у врага уже спокойно может оказаться 34-ка, который фигачит на 190 метров, а откатывается Бофрс медленно. Поэтому, мое мнение, что лучше не брать данный метр. 127-мм миномет. Это прекрасный инструмент нервоотрепки. Да, он хуже советского, поскольку у того есть зажигательный боеприпас, но он все еще крайне неплох. К тому же, он стреляет на 230 метров. На городских картах может творить чудеса. Его плюс в том, что он относительно дешевый и корольный скорострельный для своего калибра. Он закрывает нужду мелкокалиберной артиллерии по типу 105-мм гаубицы. Плюс, он мобильный и в силу скорострельности быстро пристреливается к месту. Поэтому менее косой, чем буксируемая артиллерия. Однако, он ситуативный и тупо ставить его в открытом поле так себе идея. Если вы можете микроконтролить и буксировать, а ваш противник скупился на артиллерию, то вы можете стать королем вечеринки. Однако, бойтесь машины к смерти, которым могут задавить ваш минометик. И чтобы такого не случалось, держите его в таком месте, где по дороге есть ПТ-стрелок. А так, отличный юнь. Подвижное береговое орудие. Отличная вещь. И теперь ее стоит сравнить со знаменитым Пак 40. Спойлер, Пак 40 лучше. Прикол таких орудий в том, что их можно незаметно подкатить к противнику. А наша 75-мм получилась слишком тяжелой для такого. Поэтому, она достаточно долго разворачивается. Это и стало главной ее проблемой. И да, у нас все так же остались хреновые УВН вниз. Дистанция у нее такая же, 200 метров. Но! За счету финского гения скажу, что бронепробитие у нее лучше, чем у той же Пак 40 на 7 миллиметров. Ну а следующие два юнита, я бы вообще не рекомендовал бы вам брать. Так, советская 120-ти миллиметровая артиллерия. Стреляет на 330 метров, попадает на рандом и представляет из себя самую обычную ствольную арту. Если бы не одно но, которое особо погода и не делает. Сморяется Белым Фосфором. В теории, если долго долбить по неподвижному танку, вы можете его как бы поджечь. А на практике вы нихера не реализуете данный юнит, и эту особенность. Финская Б4 или H17. В принципе, этим все сказано. Ужасно касает. И стреляет на жалкие 30-40 метров. Если попадет, то от врага ничего не останется. А еще у нее низкая автономность. И поэтому я бы вообще не советовал брать это чудовище. И без главной задачи Б4 она не справляется. Как сама Б4 сейчас говорит. Обычно люди берут такой большой калибр, чтобы уничтожить тяжелую технику врага. А тут вы скорее молотом ее закидаете, чем попадетесь с нее. Но возможно это мои придирки и в пользу Мэну Вара. Так, и на этом обзор данной доктрины подошел к концу. Как всегда, помните о том, что беда не приходит одна. Ну, и удачи в боях!